Я приветствую вас, возобненная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье нашей Церкви снова подослужения. Сегодня мы отмечаем великий торжественный праздник, воскресенье нашего Господа Иисуса Христа. Это мы делаем каждое воскресенье. Сегодня мы отметим Его по-особенному. Давайте с Вами помолимся. Этот хлеб — это тело Твое, Иисус. Этот напиток — это кровь Твоя. Нового завета за многих издеваемого воскресенья греха. Мы воздаем Тебе всю честь и всю славу, наш небесный Отец, за то, что Ты послал нам Своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы служим воскресшему из мертвых, что мы служим тому, кто победил смерть. Смерть — где Твоя жало, а где Твоя победа? Жало же смерти — грех, сила греха — закон. Но Господь Иисус победил, уничтожил грех, и Он восполнил весь закон. И поэтому мы с Вами — свободные дети Божьей, дочери и сыновья нашего небесного, добившего любимого Отца Небесного. И сегодня сила Духа Святого Господа. Кровася нам во имя Иисуса Христа. Пусть мертвые воскресают, глухие слышат. Слепые видят и хромые скачут во имя Иисуса Христа, потому что ранами Иисуса Христа мы исцелились. Аминь. Мы благодарим Тебя, Господь, за все лучшее обетование Нового Завета, которое мы сегодня имеем на сегодняшний день. Слава Аллилуйя Тебе, Господь! Тебе вся честь, Тебе вся слава Аллилуйя! Да будешь Тебе сегодня прославлен, да будешь Тебе благословен, да будет имя Твое превознесено, превыше небес. Ты наш драгоценный Агнит Божий, в который достоин принять честь и славу и величие. Во имя Иисуса Христа и Ты превыше небес, превознесен. Мы записаны в Твоей книге жизни у Агнца Божьего. Мы рожденные свыше дети Божьи. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус! Благодарим Тебе, поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, любим Тебя, чтим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь. И пусть всякий грешник покается, пусть всякий грешник спасется, пусть всякий грешник познает истину, истину сделает его свободным. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Это тело Твое за нас ломимое. Ешьте все христиане. Праведник упадет, но Господь его поднимет. Иисус сказал, что я не буду пить плода виноградным. Такое не буду пить с Вами новое вино в Царстве Отца Моего. Аллилуйя, что мы уже вошли в Царство нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. И Бог освободил нас от Царства Тьмы и перевел в Царство Возвленного Сына Божьего. Поэтому мы с Вами пьем новое вино в Царство Божьего. Давайте споем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 во всех церквях мира, во всей Вселенной. Аллилуйя, что Господь наш Иисус воскрес. И Он сказал, «Я из воскресения жизнь, верующий в Меня, если умрет, то живет, и всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Аллилуйя — это такие замечательные слова, вдохновляющие, исцеляющие, воскрешающие во имя Иисуса Христа. И однажды один человек спросил, «Можно, учитель, я пойду сначала похороню отца своего, и потом последую за тобой». Иисус сказал, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты идти проповедовать Царство Божье». Аллилуйя, что мы встали на этот путь истинный, мы проповедуем Царство Божье. И мы оставили погребать своих мертвецов, потому что у Бога нашего, у Христа воскресшего, все живы, у Него нет мертвых. Богу не есть Бог мертвых, но живых. Если ты принадлежишь к Богу, если ты принадлежишь Господу Христу, то ты жив во веки веков, и ты никогда не умрешь. Если ты умрешь, ты уже живешь. И Библия об этом говорит, и истина об этом кричит, кричит, провозглашает на всех углах улиц, что Христос воскрес, истину воскрес, смерть не могла Его победить, потому что смерть, она не в силах победить любовь. А Господь наш, это и есть любовь, да? Бог есть любовь, и всякий, кто не любит, тот не познал Бога. И всякий любящий брак из своего познал Бога, потому что Бог есть любовь. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Аллилуйя Тебе, воскресший наш Господь Иисус. Слава, Аллилуйя Тебе, превозносим, поклоняемся Тебе. Пусть Твоя воля сегодня исполнится, пусть будет много чудес, пусть будет воскресение из мёртвых, пусть будет исцеление от всех болезней, от всех немощей, от всего негативного, от всех составляющих царства тьмы. Но сегодня преобладает Царство Божье, Царство Небесное, Царство Божье здесь и на земле, как на небесах. Да придёт Царство Твоё, да будет воля Твоя, наш Небесный Отец, и на земле, как на небесах. Мы об этом, мы это провозглашаем, каждое воскресенье, каждый день, мы провозглашаем то, что Царство Божье пришло, что Царство Божье уже здесь, невидимым образом, Царство Божье внутри нас есть, внутри нас, христиан. Аллилуйя. И нужно возгревать, да, это Царство Божье, которое внутри нас, разглашать Его при всякой возможности во имя Иисуса Христа прославлять нашего Небесного Отца. Аллилуйя. Ну, сегодня мы будем также молиться, учиться по слову Божьему. И если вы ещё не знаете Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, я призываю вас, чтобы вы приняли Его сегодня. Ибо сегодня день спасения. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Господь наш Иисус Христос, Он любит грешников. Он умер за нас, когда мы ещё были грешниками. Иисус Христос, Он друг грешников, Его так назвали, потому что Он общался много с такими людьми, которых мир не принимает, мир ненавидит, мир отвергает. И Он сказал, что не праведники имеют нужду в покаянии, не больные, не здоровые имеют нужду в враче, но больные. И наш Господь, Он наш врач, Он наш целитель. И Он ходил именно по тем местам, где есть больные, где есть грешники, где есть потерянные, где есть никому не нужные. И Он любит всех людей, всех людей, всех без исключения. И Он хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. И мы, соработники у Господа, Бог возложил на нас такую честь, привилегию, доверил нам эту миссию, чтобы мы развещали Евангелие Царства Божьего. Аминь. Эту радостную весть, спасение, что Иисус Христос пришёл умереть за грешников. И Он умер вместо нас, понёс наказание вместо нас. И мы сегодня, те, кто в это верит, принимают Его своим Господом и Спасителем, получают вечную жизнь и надежду во благодати, лучшую надежду во благодати. Аминь. И я призываю вас, если вы не знаете ещё Господа, повторить за мной эту молитву. Дорогой Иисус, благодарю Тебя. Я верю, что Ты Сын Божий, Который пришёл на эту землю, чтобы умереть за мои грехи. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Я хочу жить новой жизнью, освободиться от всего, что угнетает меня, освободиться от ус смерти, от ада, от проклятий, от болезней. И я уповаю, надеюсь на Тебя, что Ты мой единственный спаситель, который может это сделать. И я прошу Тебя, Святой Дух, войди в моё сердце, крести меня Духом Святым, и помоги мне жить так, как хочешь Ты, служить Тебе, вести праведный, благочестивый образ жизни, посвятить Тебе свою жизнь, делая дела, которые прозвольствуют Небесного Отца. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты принял меня в свою семью Божью. И с этого момента Ты мой Отец Небесный. Моё имя записано в книге жизни у моего сына, у Агнца Божьего, который умер за меня. на кресте и воскрес на третий день. Я прославляю Тебя, благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Помоги мне сохранить свою веру до конца своих дней на этой земле во имя Иисуса Христа. Аминь. Я Вас поздравляю. Если Вы разнесли со мной эту молитву от всего сердца, то Господь вошёл в Вашу жизнь, Он Вас услышал. Давайте сегодня сейчас споём, да, Ему. Те, кто ещё не знает Иисуса, давайте споём. Те, кто ещё только-только встал на путь Иисуса, давайте споём. очисть меня. Я хочу исполнить Я хочу видеть славу Твою, напомни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти, и так мне лжи. Прошу, научи меня влюбить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти, и так мне лжи. Прошу, научи меня влюбить, как любишь ты. Прошу, научи меня влюбить, как любишь ты. Прошу, научи меня влюбить, как любишь ты. Очисти меня, очисти меня. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти, и так мне лжи. Прошу, научи меня влюбить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти, и так мне лжи. Прошу, научи меня влюбить, как любишь ты. Очисти меня, кровью твоей. Не дай мне сойти с твоих путей. Очисти нас, очисти нас. Очисти нас, очисти нас. Аминь, слава нашему Господу. Как только мы обращаемся к Иисусу Христу, принимаем Его своим Господом и Спасителем, Бог уничтожает наш грех полностью. Мы перед Ним святые, праведные, совершенные, непорочные, неповинные, вожделенные, чистые, без пятна, без порока. И на нас белые одежды. И мы одеваемся не в свою праведность, а в праведность Христа, безупречную. Он совершенный. И совершенная Любовь поселилась в нашем сердце. И поэтому нам Любовь Божия поселилась в наше сердце. И эта Любовь Божия проявляется через нас. И как можно научиться любить так, как любит Бог? Только если сам Бог в тебя поселится. И сам Господь любит через нас Тот, Который умер за нас. Потому что не всякий из нас пойдет умирать за грешников, за врагов своих. Но Иисус именно пошел умирать за своих врагов, за тех, кто Его ненавидит, за тех, кто попирает Его законы, Его заповеди. Никак Его не почитает, никак Его не воздаёт, ему ни честь, ни славу. И Он именно пошел умирать за таких грешников. И никто из нас, из людей, не пойдет умирать за таких людей. Бог доказал нам свою любовь, когда отдал за нас свою жизнь. И каждый из нас был виновен в том, что Бог пошел умирать. Потому что мы признались Богу, что мы много совершили нехорошего дела в своей жизни. И Бог нас помиловал, упростил, очистил. И мы должны мыслить себя так, что с того момента, как только ты принял Христа, и с того момента, ты чистый, чистый. И верьте, верьте в то, чтобы быть чисты перед Богом сейчас. Потому что кровь Христа, она очищает нас от всякого греха. Она уничтожает грех. И Бог поселился этот, тот, который любит всех грешников, Он поселился в нас. И Он любит через нас, потому что Дух Святой, да? Дух Святой — это третья Личность Божества. Она поселилась внутри нас. И Бог, Он по Новому Завету сказал, что «Я вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это Новый Завет. Наше тело — это храм Святого Духа. Наше тело — это Дом Божий, в котором живет Господь. Так, что Бог да внутри нас и есть. Аминь. Давайте будем учиться Магикса по Слову Божьему. Сегодня у нас на очереди 1 Тимофея, 4 глава. С 4 по 16 стих. Откроем. И сразу будем предварить эти стихи Священного Писания на себя, потому что у нас с вами личное отношение с Господом. И когда мы отождествляем Слово Божие лично с собой, то Слово Божие отождествляет нас лично с собой. Наш Господь — это Личность. Его самая главная ценность — это то, что Он — Личность. И Бог хочет, чтобы мы имели с Ним личное отношение. Чтобы мы не смотрели на соседа, на брата, еще на каких-то других людей, как они стоят перед Богом. Каждый будет отвечать за себя, как Он стоит перед Богом. И поэтому нам очень нужны личные отношения с Богом. И Господь, Он даёт нам такую возможность. Сегодня мы будем сразу молиться и переводить стихи Священного Писания на себя. Итак, 1 Тимофея, 4 глава, 4-й и 5-й стих, 7-й, 10-й, 16-й. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». «Потому что освящается Словом Божьим в молитвы». Аминь. Ну, что мы видим вокруг? «Я творение Божье, да? И я освящаюсь Словом Божьим в молитву. Потому что другим образом нам никак невозможно освятиться. Только через Слово Божье и молитву. Вот так мы с вами освящаемся. Как мы стали с вами святыми? Когда мы обратились к Господу Иисусу Христу, попросили Его, чтобы Он стал нашим спасителем, да? Господом. Вот. И так мы с вами освятились, мы стали святыми. И ничто не предосудительно написано, «Потому что освящается Словом Божьим и молитвы». «Всякое творение Божье – хорошо. Всякое творение Божье – хорошо». Если у тебя личное отношение с Богом, скажи, «Я творение Божье». И раз Бог меня сотворил, а Библия говорит о том, что «Всякое творение Божье – хорошо», то значит, не зря Господь меня сотворил. И ничто не предосудительно написано. Не предосудительно. «Если принимается с благодарением». Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Давайте еще шестой стих. «Внушаюсь ее братьям, буду добрый служитель Иисуса Христа, питаемая словами веры и добрым учением, которому я последовала. Негодно же и бабьих басен отвращаюсь, поупражняю себя в благочестии». Восьмой стих. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». «Слово сию верно и всякого принятия достойно, ибо я для того и тружусь и поношения терплю, что уповав на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков наипочеведных». Аминь. И шестнадцатый стих. «Вникаю в себя и в учение, занимаюсь им постоянно, ибо так поступаю в себя, спасу и слушающих меня». Аминь. В начале, да, здесь говорится о уже учителях, которые учат и гнушаются браком и пищей. То есть они считают, что выходить замуж, жениться — это грех, вот, заниматься сексом — это грех. В браке, да, и даже вот это считать, что это грех. Вот, и что есть там пищу, какую-то грех. Сейчас очень много информации о том, что вот это вредно, это вредно, это вообще нельзя есть, это вредно, это тоже вредно, это всё вредно, мясо вредно, сахар вредно, соль вредна, всё вредно, короче. Сейчас очень много такой информации. Ну вот, но Библия говорит о том, что всякое творение хорошо и ничто не предусудительное сопринимается с благодарением, потому что свящается с Словом Божьим и молитвой. То есть мы освящаемся через Слово Божьей молитвой. Брак, который освящен Господом, эти отношения в браке, семейной жизни, супружеской жизни, она освящается через Слово Божьей молитвой. То, что Бог сочетает, того человек не разлучает. Также Библия говорит о том, что не уклоняйтесь друг от друга, но только по согласию во время поста или молитвы, потому что, чтобы не искушал вас сатана невыдержанием вашим. То есть эти отношения освящаются Словом Божьим и молитвой. Библия говорит о том, что по избежанию блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Это тоже Слово Божьи. И этот брак освящается через Слово Божьим. Библия говорит о том, что по избежанию блуда каждый имеет свою жену Не каждая имеет своего мужа, не чужого мужа. И, конечно, сейчас вот эта проблема общества, когда блуд-блуд везде, да, блуд-блуд-блуд-блуд-блуд-блуд. И сейчас вот мало кто вступает в брак, да, ты не увидишь там свадьбу. Раньше как-то много было свадьбы, сейчас вообще редко. Потому что можно просто так, а мужчина может найти себе там любую и, в общем, удовлетворить свой Бог. Но и не иметь никакой ответственности. То есть это блуд, это грех, вот это вот нехорошо, это есть в глазах Бога противно, когда человек вступает до бунтильной близости с партнером, при этом не имея никакой ответственности ни перед Богом, ни перед Гимом. Вот, поэтому нужно вступать в брак. Нужно вступать в брак, вот, и чтобы этот брак был посвящен. Словом Божьим и молитвой. То же самое пища. Пища, она освящается. Мы молимся, да, перед едой, когда мы готовим еду, мы садимся за стол, все христиане молятся перед едой. Эта пища освящается Словом Божьим и молитвой. То есть мы молимся о том, чтобы эта пища пошла нам только на пользу, да, Богу во славу во имя Иисуса, просим, чтобы Господь очистил эту пищу во имя Иисуса Христа. И Библия говорит о том, да, что если ты даже смертоносная, что выпьешь, то тебе не повредит. И если ты там съешь что-то там не очень свежее, то все равно это на тебя никак не повлияет, потому что ты верующий. Если ты хранишь веру в своем сердце, упование на Бога, то ничего с тобой не будет. Ты не отравишься, останешься живой. Это истина. Если мы пребываем в Слове Божьем постоянно, если ты веришь, что в тебе живет Бог, который воскрес из мертвых, который победил смерть, который победил ад, то никто не может тебя уничтожить, если ты только сам своими мыслями уничтожишь сам себя. Если ты начнешь давать место дьяволу и принимать от дьявола информацию, тогда только это может тебя погубить. Но если ты веришь в Слово Божье, живешь по доброму мучению Иисуса Христа, постоянно освящаешься Словом Божьем и молитвы, то это и есть полезно для тебя. Таким образом ты себя спасешь, слушающих тебя спасешь. Конечно, мы спасены, но здесь имеется в виду, что постоянный процесс, чтобы хранить эту нашу веру, это наш мир Божий, это наша радость спасения в Христе Иисусе, и что Бог действительно на нашей стороне, что Он нас любит, что Он возлюбил нас даже тогда, когда мы были еще гречниками. И действительно нужно в это верить, в любовь Отца нашего Небесного. И чтобы поддерживать эту веру, чтобы возгребать эту веру, нужно постоянно пребывать в общении с Господом, в общении со святыми, в общении с Богом, пребывать в молитве, в Слове Божьем. И таким образом ты можешь сохранить свою веру. Если будешь общаться больше с верующими, слушать проповеди, слушать христианские песни во имя Иисуса Христа, посвящать себя благочестию. То есть благочестие — это то, что ты пребываешь в молитве, в Слове Божьем, в общении с Духом Святым. Постоянно смотришь проповеди, проповедуешь Евангелие, служишь Богу. Таким образом ты не даешь место дьяволу. Конечно, Бог хочет, чтобы мы служили Ему без развлечения. Но если такие развлечения есть в нашей жизни, то мы потом есть… Можешь заняться физическими упражнениями, где говорится, что телесные упражнения малополезны. А благочестие — оно всё полезно, имея бытование в жизни настоящей, в будущем. Почему оно малополезно? Потому что оно как бы для временной жизни. Я знаю, что если ты будешь вести благочестивый образ жизни, то Бог может даже с Христициным образом преобразовать твоё тело. Потому что есть такие свидетельства, когда Бог омолаживает твоё тело, когда он обновляет клетки твоего организма, твоего тела. Ты можешь даже с Христициным образом похудеть на килограмм десять или сколько, я не знаю. Чем ты будешь в тренажёрном зале мышцы свои качать. Но если ты посвящаешься благочестию, то это будет намного эффективнее и полезнее во время Иисуса Христа. Потому что Бог — наш сверхъестественный Бог, Он чудесный Бог. Конечно, если ты ленивый, то вполне возможно Бог и через физические какие-то упражнения будет тебя дисциплинировать, твою плоть. Это тоже полезно, но не настолько полезно, насколько благочестие. И поэтому приоритетом нашей жизни должны быть не физические упражнения, а именно благочестивый образ жизни. Благочестие на всё полезно, потому что оно имеет обетование жизни и настоящей, то есть когда мы в теле живём, и будущей. Потому что именно это и полезно для нас. Это больше принесёт пользу, чем что-то другое. Если ты принял Христа, это не значит, что ты сейчас будешь как сыр в масле кататься. Потому что мы сейчас идём против течения. Мир катится в ад, мир беспечно живёт. Но ты, христианин, ты выбрал путь, ты встал на путь Иисуса Христа, и теперь нужно идти против течения. Против течения всегда идти сложнее. Если бы меня сразу наставили в этом, то, наверное, я бы не была так, я была бы подготовлена к тому, что такая вот жизнь, значит, это наша доля, наша судьба, именно идти, нести эти поношения Христову, выходить к Нему застану, вся Его поругание, носить мертвость Господа нашего, Иисуса Христа в своём теле. То есть это тоже, мы не можем никак это выбросить из своей жизни, потому что это нужно для того, чтобы наша душа была подготовлена к тому, что против течения идти всегда тяжелее. Даже если весь мир пойдёт в другую сторону, я не пойду никогда, я иду за Иисусом, понимаете? Вот, и этот узкий путь, Библия говорит о том, что широкие врата и пространен путь ведущих погибель, и многие идут ими. Но тесны врата и узят путь ведущих жизнь, и немногие находят его. Немногие находят его, поэтому нужно встать на этот узкий путь. Узкий путь — это Иисус Христос. И мы на Него встали, и мы идём. Да, бывает порой тяжело, бывает трудно, но Бог нас дисциплинирует, Он нас воспитывает, Он нас воспитывает в свой характер, чтобы в этой жизни, да, мы могли продолжать идти и быть светильниками, быть целью этой земли и светом этому миру. Потому что мы призваны для того, чтобы прославлять, да, прославлять тем светом, который внутри нас, той Любовью, которая внутри нас поселилась. Этот мир, вот, то есть мир, он, если он даже и нас ненавидит, то уважать должен, во имя Иисуса, Любовью, Господу. Поэтому, если вы встали на этот путь, то вы сделали правильно. Вот. Даже жизнь показывает, да, что когда человек выбирает лёгкий путь, да, потом его жизнь разваливается. То есть если он строит дом свой на песке, то когда подуют ветры, да, на этот дом, буря настигнет, то этот дом, он разваливается, и падение его бывает великое. Вот. Но если ты строишь дом свой на камне, это тяжело, это с потом, с кровью, вот, вот, но ты продолжаешь фундамент закладывать свои веры, вот, да, неохота идти в церковь, да, неохота Библию читать, да, неохота молиться, когда все другие живут, так как им хочется, вот, делаем, что им хочется, вот, а тебе нужно слушаться в Господу, вот. Но ты идёшь, следуя за Господом, и ты строишь дом на камне. И, знаете, в жизнь любого человека приходит эта буря, вот, и буря настигает, вот, и если ты строил дом на камне, то твой дом стоит. И вот так Господь нас воспитывает. Поэтому вот этот камень, на котором мы строим дом, да, этот камень драгоценный, впытанный, вот, мы с вами кроевгольный, да, который отвергли строители, но который делался главой угла. Вот, это Господь Иисус Христов. Мы за Него держимся, этот камень. Если ты отвергаешь Иисуса Христа, то ты строишь дом свой на песке. В конце концов, твой дом развалится. И воскресение нашего Господа Иисуса Христа и твое воскресение, оно будет печально, потому что Библия говорит о том, что праведники идут в жизнь вечную, да, и Бог воскресит, да, и воскресит всех, вот, нечестивых и праведников. И честивые, они будут воскрешены тоже, но для того, чтобы идти в муку вечную, вот, а праведники для того, чтобы идти в жизнь вечную. Вот, и поэтому будет очень печально, если вы отвергнете этот путь, да, по которому Господь предлагает вам сейчас взяться и идти. И Он помогает нам. Он дал нам Святого Духа, который, эта сила, которая сотворила всю эту Вселенную, написано, Дух Божий носился над водой, и тьма над бездна. Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И, в общем, Бог сотворил всю эту Вселенную, всё, что мы видим, да, вокруг нас. И всю эту пищу Он сотворил, которую мы с вами едим, да, и всякая пища, она полезная. Библия говорит о том, что Бог очистил, того не почитай, нечистим. Если Бог это очистил, значит, иначе ты чистый. Аминь. И Бог сотворил эту Вселенную, Дух Святой, это сила, которая воскресила Иисуса Христа из мёртвых. И она поселилась внутри нас с вами. И эта сила помогает тебе идти против течения, идти против того, против этого образа жизни, этого мира, который живёт без Бога, беспечно жизнью. Не позаботився о своём будущем, вечности, который живёт только в рамках земной жизни. Копит там где-то в банке у себя деньги. И не Бога богатеет, да. Но, в общем, падение, конечно, будет великое. Вот у меня, помню, тётя, она из нас была самая такая вот богатая. Она сестра моего папы, самая старшая. Вот. Она накопила очень много-много денег в банке. Но это были ещё времена Советского Союза. Она очень много-много накопила. И вот пришёл кризис, в общем, инфляция. и все её деньги превратились в ничто. Поэтому нужно богатеть Господа. Инвестируй в вечность. Инвестируй в вечность. Жертвуй свои финансы на добрые дела, на служение Богу, на проповедь Евангелия, Царства Божьего. Где ты видишь, где есть эффективное служение для Господа, туда вкладывай свои финансы. Вот. Это ты будешь инвестировать в вечность. Ты будешь инвестировать в то дом, где ты будешь жить на небе, в доме Отца Небесного. Библия говорит о том, что в доме Отца обители много. А если не так, то я иду приготовить место вам. Это Иисус сказал своим ученикам. И он говорит нам с вами в доме Отца Небесного обители много. Если не так, то я иду приготовить место вам. И он нам готовит там место. И когда ты туда придешь, ты увидишь там такой дом, да. Вот сколько ты вкладывал в Царство Божие, вот сколько ты сил, энергии потратил на то, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы Царство Божие было проповедано по всей Вселенной, вот такой дом ты там увидишь у себя там, на нем. Вот. Поэтому тебе нужно инвестировать в Вечность, да, инвестировать все свои ресурсы, которые Бог тебе дает и прославлять свою жизнь Христа. Аминь. Юлия, Господи. То есть, как определить же Христов? Же Христы, они отступят от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие уже словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и потреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину кушались с благодарением. То есть, благодарите Господа за все, что Он вам дал. Это все полезно, понимаете? Все полезно, если вы понимаете это с благодарением. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Пусть это Слово Божие исполнится в вашей жизни. Пусть это Слово Божие исполнится в вашей жизни. И знаете, когда в книжках написано, что господин позвал на пир, он сказал «тельцы заколоты», там мясо, понимаете? и он позвал брачный пир зван, но они стали отговариваться и говорить, что нам некогда, вот я купил поле, мне нужно проверить его, вот я женился, и поэтому я не могу прийти. И были отговорки, и царь господин разгневался, он сказал «званые не были достойны». и он послал рабов своих и они сожгли, короче, все, уничтожили вот тех, которые не хотели прийти на этот пир. И он сказал «идите, позовите всех, кого найдете и пусть приходят на мой брачный пир». И рабы пошли в общем и привели всех на брачный пир. И тут увидели, что один сидит в небрачной одежде. Ему спрашивают «друг, как ты сюда вошел в небрачную одежду?» А он молчал. И они его выгнали. Выгнали с этого брачного пира и написано, что там во тьму внешне плач и скрижет зубов. Тьма внешняя – плач и скрижет зубов. не пустили его на этот брачный пир вместе пировать. Но это был пир грандиозный, там кельцы были доколотые. То, что Бог очистил, того не почитает нечистым. Мясо есть можно. Погибли мясо есть можно. И Библия много говорит о том, что священники ели мясо, они варили его по Ветхому Завету. И вся семья их ела это мясо. И я, когда пошла сдавать анализы, мне сказали, что у тебя не хватает красных каких-то тельцов в крови. И тебе нужно есть печень и красное мясо, то есть говядину. Потому что несколько лет я вообще мясо не покупала. Я ела мясо, но вообще в магазине никогда не покупала. И редко очень я даже супы варила без мяса. Вообще мясо не ложил. Я сказала, что крови вот не хватает. Красных тельцов или что-то они там скатали. В общем, употреблять мясо. Вот я стала употреблять мясо. Ну в общем нам нужно быть мудрыми. Понимаете? Конечно не переедать мясо тоже вредно. Жареное всякое вот это вот мясо. Нам нужно быть мудрыми, понимаете, чтобы не говорить там, что вот это вредно, это тоже вредно, это тоже ничего нельзя, это нельзя, это нельзя, это не вредно. в общем, это неполноценная жизнь, это неполноценная жизнь. То, что Бог сотворил, это всё полезно. Раз Он сотворил это, значит это нужно для того, чтобы мы это использовали для какой-то цели определенной, для доброго дела, для доброго дела, не для злого. Обжорство это грех, ясно, что обжорство это грех, это плохо. Поэтому это всё уже учения, которые уже христи, которые говорят, что это нельзя в брак вступать, это тоже они запрещают вступать в брак. В общем, вот так. я не знаю, как можно в моей жизни применить, но вообще в моей жизни была такая ситуация, когда в общем у меня были отношения с одним молодым человеком, который был в местах лишения свободы. В общем, мы с ним так переписывались, перезванивались долгое время. Вот, потом он ко мне приехал. И я его привела в церковь, он ходил на утренную молитву. До этого я вам в письмах проповедовала постоянно, об Иисусе говорила. Вот, он ходил со мной на утренную молитву, в общем, с пастором поговорил, чтобы ему жениться. Вот, на мне пастором сказал ждать год. Вот, но этот человек, да, с которым я переписывалась много-много времени, там где-то может быть год, вот, он с 14 лет сидит, значит, сначала в малолетке он сидел, вот ему было 29 лет, тогда, когда он ко мне приехал, вот он всю жизнь сидит в этой тюрьме, вот, и он, это образ его жизни, он там до такой степени привык, что это образ его жизни, когда он вышел на свободу, его просто мир не принял, мир не принял, на работу его не вернут, а что такому человеку делать? Пастор сказал год ждать, куда еще ждать, год, когда он ждал уже не знаю сколько времени, чтобы выйти на свободу, ну, и, конечно, я потом сама поняла, что этот человек, я не знаю, как бы сложилась судьба, если бы пастор сказал, что можно женить, вот, если бы он ему не сказал ждать года, и ему много помадили за него, чтобы он реабилитировался, чтобы он прижился в этом мире, но, в общем, после того, как он пастору сказал, что нет, надо ждать год, в общем, он пошел, набился, ограбил там какую-то квартиру, обворовал, и снова его посадили, вот, и все, на это наше отношение закончилось, я там несколько раз еще сходила к нему, вот, передачку отнести, и все, на этом наше отношение закончилось, потому, что в церкви, да, они решают судьбу некоторых служителей, можно им жениться, брак, не вступать, или нельзя, то есть, есть такие церкви, где пастор решает, можно жениться, или нет, можно, тебе подходит этот человек, и не подходит тебе этот человек, в общем, пастор, он видит, и он решает благословлять этот брак, не благословлять этот брак, вот, он берет на себя такое ответственное, вот, я не знаю, насколько это правильно, вот, конечно, можно дать совет, да, совет, но запрещать, я вот считаю, что совет дать нужно, совет дать нужно, да, вот, но люди уже взрослые, они сами должны решать, вступать в брак, или не вступать в брак, это их решение должно быть, а не чьи-то там запрет, или, 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 давать ему добро, то есть, если они решили вступить в брак, то пастор, он благословляет, благословляет этот брак, вот, но не ему решать, сколько не пастору решать, вот, да, можно им вступать в брак, или нельзя им вступать в брак, понимаете, вот, если взрослые люди решили вступить в брак, это их решение, это их ответственность перед браком, вот, не пастор несет ответственность за, вот эти вот, за вступление в брак, вот, он, как бы, благословляет, благословляет, и может, не благословляет, да, это его решение, благословлять или не благословлять, Но не он решает, запрещает вступать в брак, и потом пастор мне вообще запретил с ним общаться, сказал, что он тебе не подходит, вот и всё, он запретил ему общаться. И я сказала, что «почему вы решаете?» И он сказал, я пожалую твоему отцу, что ты непослушная дочь. Но я на тот момент уже была разочарована в этом своем женихе, поэтому я просто так сказала. И, ну, в общем, пастор решил судьбу этого человека, ну, и нашего совместного, как говорится. Пастор решил за нас, короче, всё. И на сегодняшний день, скорее всего, я не знаю судьбу этого человека, но, скорее всего, он сейчас и до сих пор в местах решения свободы. Я там пролила кучу слёз, ведро слёз. Это было где-то в 2008 году, в 2008 году, в 2009, в 2010. вот эти два года вот этой вот длилости. И это было время скорби моей, это было время депрессии, это было время, когда, в общем, у меня, я шла на работу, слёзы катились у меня в глаз. В общем, в общем, Бог во мне рыдал постоянно. Вот. И когда этот человек уже пришёл в церковь, он вышел там вперёд, сказали, кто пришёл в первый раз в церковь, походите, будем за вас молиться. Он там принял Иисуса. И пастор, он плакал, глядя на него. Вот. Он был такой маленький, худой, как будто тощий. Вот. Аж слёзы не выступали на глазах. В общем, я привела его вот в церковь. И, ну, в общем, так вот сложилось, да, что видеры церквей порешают. Можно вступать в рак или нет, но на самом деле это вы должны сами. Пастор может дать совет, понимаете, может дать мудрый совет. Нужно тебе с этим человеком вступать в рак, подумать. Вот. Вот это другой подход. Но запрещать там, устанавливать срок. Я считаю, что это уже, это уже, это уже, это уже рабство. Это уже не свобода. Вот. Ну, не знаю, может быть, у вас другое мнение. Вот. Я сказала в своё мнение, что взрослые люди должны решать сами вступать им брак или нет. А пастор уже даёт совету. И благословляет им. Вот. Если они уже решили жениться, то благословляет их в союз. Вот. Потому что мы призваны благословлять. Иисус сказал, благословляйте, да. Мы призваны для того, чтобы благословляйте. Аминь. 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 Слава Иисусу. Итак, давайте у нас сегодня мы должны размышлять. Откроем дело. Ф. 1-8. И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание, на раба моего Иева. И поминь такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Аминь. Аллилуйя. Вот мы видим, здесь описывается разговор Господа с Сатаной. Сатана обошёл всю землю, и Господь разговаривает с Сатаной. Обратил ли ты внимание на раба моего Эва? Давайте обратим внимание на статус Эва. Он был раб Божий. Он был раб Божий. Это было ещё до того, как Иисус умер. Это было ещё до того, когда Иисус умер и воскрес из мертвых. Ещё Новый Заветный вступил в силу. И поэтому Иев своими силами хотел угождать Бога. Своими силами он был настолько праведный, Настолько справедливый, непорочный, богобоязненный. Настолько он удалялся от зла. Он сам своими силами хотел быть праведным пред Богом. И Господь обратил внимание Сатаны на раба Эва. Эв, он хотел иметь отношение с Богом хорошее. Он хотел Богу угождать. Он всячески угождал ему. И Бог его, мы видим, хвалит, что Иов такой прекрасный, хороший человек, праведный. И это было время, когда сыны Божии пришли предстать пред Господом. И Сатана между ними пришёл и Сатана. Между сынами Божьими пришёл и Сатана. И мы видим, что Господь, Он как-то не ненавидится. Вы видите, что Он с Ним ведёт любезный разговор. Он там его как-то не пинает, не хает, не ругает. В общем, не орёт на него. Вы знаете, что Сатана, Он был сотворён Господом. Господь любил Сатану. Почему Он назвал Сатаной? Потому что Он противник Господа. Но когда Господь его сотворил, Он его сотворил Херувиму Осеняющим. Он был копия Бога. И Он был настолько прекрасен. Его одежда были только целых камней. Он был талантливый. Он был красивый. Он, в общем, Господь любил. Понимаю, что Господь, Он красивый тоже. И Сатанал, Он подобие самого Господа. Он был похож на Его. Он был копия Его, но это не Господь. Господь его сотворил Херувиму Осеняющим. Не Осеняющим, а Осеняющим. То есть у него были отношения к Херувиму. Его звали Люцифер, Ангел Света. И он пал. Он пал и, в общем, стал противником Богу. И после этого, Сатана, это значит, противник Богу. И после этого он назван в Библии Сатаной. Сатаной. И вот он пришел. И Бог помнит, что Он был Херувимом Осеняющим. Он запомнил прекрасно. И Он любил, значит, Его, Херувима, этого Осеняющего. Всех Ангелов любил. Бог есть любовь, и Он любит этого Сатану. И дает ему возможность показать себя. Вот этот мир, где дети дьявола, есть дети дьявола и дети Божьи. И Библия говорит о том, что всякий, кто рожден от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. И есть дети дьявола, которые исполняют похоти своего отца. То есть их отец в дьявол. Он сказал, что ваш отец в дьявол. Потому что вы хотите исполнять похоти отца своего. Они стали спорить с Ним, как они все книжники говорили, что мы одного отца имеем в Бога. Он сказал, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня. Потому что Иисус пришел показать им отца. Что отец он долгий, что хороший. Что отец он любит людей. Что он их исцеляет. Он хочет им добра. И больше всего раздражало все то, что Иисус именно исцелял этих грешников, как они считали. Они считали, что грешники заслужили быть проклятыми. Но Иисус их исцелял. И их это раздражало. Они хотели убить Иисуса. И они это сделали. Они добились того, что Его распяли. И здесь мы видим, да, что Бог, Он хвалится своим рабом, Иевом. Сейчас нам Господь говорит, если ты хвалишься чем-то, да, то хвались Господом. Хвались Господом. Вот по новому привету, если ты хвалишься чем-то в своей жизни, то хвались Господом. Хвалящийся хвалить Господом. Потому что Он поселился внутри тебя. Дух Господень там в тебе. Дух Святой поселился в тебе. Он внутри тебя. Он осеняет тебя. И Он также вокруг тебя. И Он внутри тебя. Он везде. Он всё во всём. В день Пятидесятницы Дух Святой излился на землю. И ученики Его заговорили, да, на разных языках, на разных языках. Как Дух давал опровещевать. И, в общем, Пётр стал проповедовать в силе Святого Духа. И три тысячи человек покаялись от одной проповеди Петра. Когда он раньше проповедовал, так люди не каялись. А вот от одной проповеди, когда он в силе Святого Духа начал проповедовать, три тысячи людей покаялись. Дух Святой сошёл на них. Дух Святой сходил, да. Дух Святой, он поселяется только в праведнике. Вы знаете, что в грешниках Дух Святой не будет поселяться. Он поселяется только в праведниках. И Бог сделал, благодаря жертву Иисуса Христа, он стал неправедником. И Дух Святой был дан нам. Любой Божий взял в нас, Духом Святым, данным нам. Если бы ты был грешником, и в тебя бы в силе Дух Святой, то тебя бы разорвало на часть. Вот. И поэтому нужно мыслить себя праведником. В Христе Иисусе. То есть ты одеваешься не в свою праведность, да, ты видишь свои недостатки, да, ты видишь свое несовершенство, да, ты видишь свои ошибки. Но это нужно всё отвергнуть, отвергнуть себя и принять Христа, вот, в свою жизнь и верить в то, что Он должен преобладать в тебе. Тот, кто в тебе, Он больше того, кто в мире в этом. И ты тоже, твое тело, оно тоже в этом мире находится, понимаете. А тот Иисус, Он больше того, кто в этом мире. Мы знаем, что тот, кто в этом мире, это дьявол, да. И, конечно, твоя плоть, она ошибается. Иногда. Но Бог, Он сильнее внутри тебя. Поэтому нужно зажигать огонь Духа Святого в своём сердце каждый день. Чтобы ты верил не в свою праведность, самоправедность, а в праведность самого Господа, который внутри тебя. Твои одежды белые. Ты не порочный, не поведен, не чистый, святой, совершенный. Аминь. Здесь мы видим, да, праведность Иерва. То есть, Он сам по себе был праведным. Тогда Иисус ещё не умирал за него. То есть, Он не мог призвать имя Иисуса, пристал, чтобы спастись. Спасти свою душу, да, спасти грехов. Мы видим, что Он праведный, и Бог называет его праведным. Понимаете? Получается, что Бога не совсем устраивает даже такой праведник Иев. Даже такой праведник, как сам Иев. То есть, Его праведность, она не достигает той праведности, праведности Христа. То есть, всё равно Его одежда, она запачкана. Даже если бы Он пошёл на брачный фир, да, Ему бы сказали, а где твои брачные одежды? И выгнали бы Его вон оттуда, если бы Он не принял Христа. И мы знаем, что когда Иисус Христос умер, Он спустился к Духам праведников, написано. К Духам праведников. Скорее всего, Иев тоже там был в числе этих праведников, которые были на луне Авраамова. И Он нам проповедовал там, что пришло Царство Божие. И они приняли Его, Сына Божьего. Приняли Своё спасение. И посмотрите, что случилось с Иевом. Всё, что Он имел, да, благодаря тому, что Он соблюдал все заповеди Божьи. И мы знаем, во Второзаконии написано, что если ты будешь исполнять заповеди мои, да, то есть жить праведной жизнью, то Я тебя благословлю со всех сторон. И вот Господь благословил со всех сторон, Иева, за его праведность. И получается, что Иев праведный не потому, что он любит Бога. Он хотел, Сатана хотел сказать Богу, да, что Иев праведный не потому, что он тебя любит, а потому, что ты же Его благословил, вот поэтому Он и праведный. Вот. А что ему неудобно быть праведным, потому что ты же Его благословил? Он же знает, что если ты будешь исполнять, если Он будет исполнять твои заповеди, то ты Его благословишь. Вот. Поэтому, понимаете, когда мы принимаем Иисуса Христа, Господом и Спасителем, мы не со своей праведностью приходим к нам. Поэтому нам нечего вообще Богу предложить, понимаете? Поэтому мы хвалимся Господом, не собой, не своей праведностью. Вот. Вот в чём мудрость Божья. Мудрость Божья в том, чтобы мы не хвастались своими делами праведности перед Ним и перед друг другом. Потому что хвалящийся должен хвалиться Господом. Нам нечего ему предложить для того, чтобы Он нас спас. нас, кроме как Его самого, Его Сына. Веру в Его Сына. Аминь. И дьявол, сатана, он не может нам предъявить по той причине, ну вот, ты же Его благословил, потому что Он исполняет твои заповеди. Он уже не может нам это предъявить. Понимаете? Он не может нам предъявить то, что мы из корыстных побуждений служим Богу. Потому что мы не из корыстных побуждений служим Богу, а потому что мы поверили в то, что Он нас любит. То, что Он нас любит, просто так. Понимаете? И мы хотим быть на стороне просто праведности, на стороне любви, на стороне света. Мы хотим держаться за этого Бога, который не пощадил своей жизни ради нас. Ему нечего, теперь нам нечего принести Богу, чтобы Он нас принял. Понимаете? У нас нет ничего своего. Мы приходим только к Нему через веру в Иисуса Христа, в Его Сына. И таким образом у нас благодать Божия вливается. Давайте откроем ИФ-40-20-23. Можешь ли ты удовольствием вытащить лебиапа, на веревку и схватить за язык его? Тянешь ли кольцо в ноздри его? Проконешь ли иглую челюсть его? Будет ли он много умолять тебя? И будет ли говорить с тобой кротко? Сделай ли он договор с тобой? И возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Аминь. Здесь мы видим разговор Господа слева. Мы знаем, что Иеф потерял всё, что у него было. Сатана всё у него забрал. И десять детей, которые у него было. Все стада, всё богатство, славу, почёт, уважение. Всё это было у него забрано. Он сидел во вретище. И сатана забрал у него здоровье. Иеф покрылся проказой. В общем, никому не нужны. И дыхание его опротивило его жене. В общем, жена сказала, прокляни Бога и умри. Потому что она очень скорбела. Потому что в то время она считала, что если ты проклянёшь Бога, то он тебя сразу убьёт. И, короче, твои мучения закончатся. Поэтому она ему это и сказала. Она сама, получается, потеряла всё. Когда Иева всё потеряла, и она всё потеряла. И детей своих, и всё, что у неё было. И счастье, собружеское, селевое жизни, всё это ушло в прошлое. И, в общем, у Иева ничего не оставалось. И тут пришли его друзья, стали его утешать. Потом стали обвинять. Потому что, наверное, он в чём-то согрешил. Поэтому с ним это и случилось. Он сказал, нет, 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 нет. Я ни в чём не согрешил. Я праведная. Я с ним встречусь с Богом. Я с ним поговорю. Чтобы он мне показал, в чём я перед ним виновата и так далее. Я узрю его сам. Не глаза чужого, но мои глаза увидят его. И тут, значит, приходит человек, который говорит, говорит, что я совершенна в познании. Я совершенна в познании. Вот. Как я и молод, я совершенна в познании, как он говорит. И потом появляется Господь. Потом появляется Господь. Он пришёл ему в бурю. В бурю. К леву. И он говорит ему. Стану лучше. О, Боже, предпояшься. Я буду говорить с тобой. И вот он с ним задевает этот разговор. То ты можешь вытащить левиафана удочкой и верёвку сватить за язык его. Денешь ли кольцо в его ноздри. Проконишь ли ему челюсть его. То есть он говорит, насколько велик Бог, насколько ты маленький, да, то ты не можешь сделать этого. То есть я сотворил этого левиафана. Господи, я сотворил этого левиафана. Левиафан — это морское чудовище. Он таких огромных размеров. И Библия описывает, да, что его кожа, она как железо, понимаете, но непробиваемая. Он такой огромный, страшный. Ну, во время на юмского периода, знаете, там всякие динозавры были, всякие там тираннозавры, бронхозавры и так далее. Вот он, вот это чудовище морское, оно выглядело примерно таким образом. Огромных размеров, в общем, кожа железная там такая вот, непробиваемая. Бог с ним разговаривает. Ты можешь это сделать вообще? С ним договор заключить. А Бог может, потому что он его сотворил. Левиафана, понимаете. А Бог хочет, так как он сотворил нас по образу и подобию своему, чтобы мы могли это делать. Библия говорит о том, что верующий в меня дела, которые я сотворил, он больше сотворил. Иисус сказал, что дела, которые я сотворил, он больше сотворил. Потому что я к Отцу своему иду. Верующий в меня дела, которые я творил, он больше сотворил. Левиафана сотворил этот самый Господь, который к нам приходил в облоти. И он и его спрашивает. А Ив, понимаешь, он, конечно же, не может этого сделать. То есть его праведность, она не достигает праведности Божьей. То есть его положение, оно не достигает праведности Божьей. Всё равно. И сейчас по Новому Завету мы должны достигнуть Христа настолько, чтобы мы могли быть способны делать то, что делает он. Мы творческие Личности, мы творим, да? Мы образ и подобие его, мы его дети. То, что творит он, должны творить мы. Аминь. И делать договор. И взять правы тех, кого мы сотворили с вами. Вот. И у нас должен быть статус. Мы должны подняться. И у нас в разуме мы должны утвердиться в праведности Божьей. Не в своей. А в праведности Божьей. Аминь. Потом Ив, короче, раскаялся, да? В прахе и пепле. Он раскаялся, что был неправкой к Богу. И Бог, ну, в общем, сказал ему друзьям, потому что вы неправильно говорили обо мне. А вот. А Ив говорил правильно обо мне. Поэтому вы принесите в жертву мне. Пусть Ив за вас помолится. Я тогда вас прощу. Ив так и сделал. В общем, они принесли жертву Господу его друзей от Рои. Потом Ив помолился за них, благословил свои друзей. И так после этого Господь их простил. И потом Господь снова дал ему всё, что у него было. Но уже больше, в два раза. В два раза больше, чем у него было. Опять десять детей ему дал, да? То есть у него и богатства в два раза больше, чем у него было. Конечно, дети у него остались. И десять детей, которые погибли, они живы у Господа. Вот. И потом ещё десять детей Бог ему дал. То есть получается у него двадцать детей уже. От одной жены. Потому что он правильный. Понимаете? Ни от двух, ни от трёх, ни от четырёх. Вот. Но он правильный. Бог его хвалил. Аминь. И халилую Господу. За праведность Иова. Но мы... Чтобы нам не возгордиться и не унижать себя, давайте просто будем хвалиться нашему Господу, Иисусу Христу. Его подвига в многогорском кресте, что он сделал за нас. Он надел нас в свою праведность. Аминь. Псалом 73, 14. Давайте. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу, будя в пустыне. Аминь. Любой. Левиафан. Это учение Асафа. Он, скорее всего, был начальник хора. И в общем они пели псалмы Господу Говорили ему о том, что ты, Господь, сокрушил голову Левиафана Левиафан это символизирует дьявола Вы знаете, Левиафан, Библия говорит о том, что это чудовище морское Море символизирует этот мир, который живет без Бога, который идет против Бога Который идет широким путем, отвергает Христа И Библия говорит о том, что Бог сокрушил голову Левиафана То есть он сокрушил дьявола, сокрушил сатану Сатана сейчас под нашими ногами Иисус сказал Петру, ты камень, на всем камне я создам церковь мою И врата ада не одолеют ее То есть этот Левиафан не одолеет церковь Вот, и он сказал, все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов На всю силу вражу ничто не повредит вам Это еще было до того, как Иисус умер и воскрес И когда Иисус умер и воскрес Первый, кто начал проповедовать Евангелие Царство Божие, это Петр Который в силе Святого Духа начал проповедовать И три тысячи людей покаялась Вот началась церковь Которую врата ада не одолеют С этого момента То есть есть у ада врата, которые не одолеют нас Понимаете? Они не одолеют нас То есть ворота, да, это двери, которые закрываются И ты не можешь их открыть, если у тебя нет ключей Но Библия говорит о том, что Ну вот ключи, да, у апостола Петра, да, от царства Я тебе дам ключи от царства небесного И что свяжешь на земле, это будет связано на небесах Вот, что разрешишь на земле, это будет разрешено на небесах Так вот, мы с вами одно тело Мы одно тело с Петром Мы одно тело со всеми апостолами Иисуса Христа Мы его тело, мы тело Иисуса Мы должны рассуждать о теле Господнем так, что мы одно Мы едины Мы одно тело со Христом И Бог отождествляет себя со своими апостолами, со своими учениками Со своими детьми Божьими, да, рождёнными свыше от Святого Духа И первые, кто родились свыше, это Пётр Ну вот, все ученики Иисуса Христа Когда Дух Святой сошёл на них, они заговорили на них языках В общем, началась церковь, это было начало, это было рождение церкви Церковь начала своё действие, влияние Пришло царство Божие Царь начал отдавать приказания Вот, естественно, царство Тьмы начало сопротивляться И чтобы нам одержать победу, нам нужно бодрствовать Бодрствовать и молиться Бог сокрушил голову Левиафана, это значит, что он победил смерть Он отрубил ему голову, значит, у смерти отрубил голову Вот, Иисус воскрес, молиумия, поистину воскрес Исайя 27.1, давайте Исайя 27.1 В тот день поразит Господь мечом своим тяжёлым и большим и крепким Левиафана, змея, прямо бегучего И Левиафана, змея, изгибающего И убьёт чудовище морское Аминь Любые Это день воскресения Господа нашего Иисуса Христа Когда Иисус победил смерть Бог победил смерть Это день, когда Господь мечом своим тяжёлым и большим и крепким Левиафана, змея Паразит мечом своим тяжёлым и большим и крепким Левиафана, змея, прямо бегущего И Левиафана, змея, изгибающего И убьёт чудовище морское То есть мы видим, что Левиафан — это змей Это чудовище И я слышала истолкование, что Левиафан — это власть Значит, мирская Власть мирская, политическая Это лидер политической власти Лидер духовной власти То есть у дьявола была власть У дьявола была власть У сатаны была власть И её сейчас у него нет Единственное, то, чем он может побеждать — это враньём Враньём его лжи Коварными своими проделками, замыслами, чтобы обмануть верующих Он только так может поведеть, больше никак Потому что у него сил нету У него власти уже нету Господь его поразил Восторжествовал над ним собою Он опозорил дьявола Опозорился тому Все эти силы тьмы И он дал нам власть побеждать Верою Потому что Мы побеждаем с вами Верою Вся победа, победившая мир Это вера наша Почему нам нужно побеждать этот мир? Потому что мы живём без Бога Нашей верой Потому что этот Левиафан Этот лидер политической власти Лидер духовной власти Он уничтожен Он уничтожен, понимаете? И Господь царь над всей землёй Господь царь на небесах, на земле Почему В странах, где запрещено христианство Они боятся за свою власть Дьявол там держится за свою власть Понимаете? Лидер политической власти Он не хочет отдавать власть Потому что Истина глаголит, что Иисус царь Понимаете? А дьявол не хочет отдавать ему Царство К Христу И там очень жестоко идёт Борьба за власть Вот В Северной Корее Там Поклонение лидеру Политической власти Там ещё в каких-то странах Поклоняются Какому-то лидеру Которые запрещают Которые запрещают христианство Там Очень строго Там Гонения очень сильные на христиан В Китае Гонения очень Там Запрещают Там Говорят Мао Цзэдуна Надо поклоняться Там Понимаете? Лидер политической власти Он Хочет подавить Царство Божье Царство Божье Оно сильнее Оно всё равно Подходит И оно Даже как горчичное зерно Которое Меньше всех семян На земле Оно Вырастает Большое дерево И туда могут Прилетать И птицы Небесно питаться Да Вот И оно Царство Божье Наподобно Как Закваски Которую Женщина Замесила Тесто И оно Вскисло Оно Стало Большим Тестом Так вот Семя Слова Божьего Оно Прорастёт Даже через Асфальт Через Железо Вот И Никто Не остановит Царство Божье Здесь Царство Божье Преобладает Даже Если Там Стоит Какая-то Дряхлая Деревянная Церквушка С каким-то Кривым Крестом Она Всё равно Преобладает Над этим Миром Оллилуйя Так Псалом 103-26 Так Псалом 103-26 Там Плавают корабли Там Этот Левиафан Которого Ты сотворил Играть В нём Аминь Это Псалом 103-й Вот Здесь Тоже Говорится Про Левиафана Что Он плавает В море Там Корабли И корабли Это Своего рода Давайте представим Что море Это мир Где люди Живут без Бога А корабли Это Корабли Это место Твоего спасения Где ты Плывёшь В этом море И Тут Левиафан В этом море Плавает Значит Он может Уничтожить Той корабль Но Здесь Говорится О том Что Бог Сотворил От Левиафана Да Который Играет И Левиафан Он играет Понимаете Он играет С людьми Вот Он ими манипулирует Людьми В этом море Вот Но Он не может Манипулировать Тобой Потому что Ты под защитой Христа И Когда Иисус Был на земле Да Он с учениками Плавал В лодке Мы знаем Что Он и ходил По морю Вот Мог ходить По морю По воде Потому что У него была Вера такая Божья Вера И у нас Должна быть Такая вера И вот Эти корабли Которые Сейчас В море Плавают Это Церкви Это церкви Это церкви Там большие Маленькие Там лодка Где Откуда Иисус Проповедует И Бог уничтожил Этого Левиафана Все Сейчас Нам просто Не надо Принимать В живую Тформацию В свой разум Второе Фестово Левиафан 2 1 13 Давайте Молим Молим вас Братья О предшествии Господа Нашего Иисуса Христа И Нашем Собрании К Нему Бог Подавая Кроется Беззаконник Которого Господь Иисус Убьет Духом Уст Своих И Истребит Явлением Пришествия Своего Того Которого Пришествия Подействует Сатаны Будет Со всякой Силой Силой И Знамениями И Чудесами Ложными И Со всяким Неправедным Обращением Погибающих За то Что Они Не Приняли Любви Истинной Для своего Спасения Из-за Се Послет им Бог Действия Заблуждения Так Что Они Будут Верить И Лжи Да Будут Осуждены Все Неверовавшие Истины Но Выгребившие Неправду Мы же Всегда Должны Благодарить Бога За вас Возлюбленные Господом Братья Что Бог Отначало Через Освящение Духа И Верой Истинной Избрал Вас Ко Спасению Аминь Он Избрал Нас Для Спасения Для Того Чтоб Мы Достигаем Слава Божьей Аминь И Мы Видим Что Что Придет День Господень День Господень И Все Верующие По всему Миру Все Верующие Христиане Ждут Второго Пришествия Иисуса Христа Это Будет День Господень Но Библия Говорит О том Чтобы Мы Не Спешили Колюбаться Умом Потому Что День Он Не Придет Доколе Не Откроется Человек Греха Человек Прогибель То есть Он Будет Превозноситься Превыше Всего Называемого Богом Или Святым Выше Всего Называемого Богом Или Святым Так Что Храм Божий Сядет Как Бог Подавая Себя За Бога За Бога Вот Как Определить Как Определить Вот Этого Человека Греха Человека Греха Сына Погибель Библия Говорит Сама За Себя То Есть Люди Которые Не Приняли Любви Истинной Для Самого Спасения Которые Не Приняли Иисуса Христа Они Будут Верить Этому Человеку Греха Луживому Духу Луживому Духу То Который Он Сядет В храм И Будет Выдавать Себя За Бога Сядет Он Как Бог Выдавая Себя За Бога За Бога То То есть Он Будет Говорить Что Не Иисус Христос Бог Понимаете Он Будет Говорить Что Я Бог И Что И Он Сядет В храме Божьем Будет Выдавать Себя За Бога Храм Божий Это Место Где Соломон Место Где Соломон Построил Храм Будет Построен Храм Храм Божий И Он Сядет В этом Храме Будет Выдавать Себя За Бога То Когда Придет Господь Иисус И Убьет Его Духа Мур Своей И Он Еще Этот Человек Погибели Откроется Тогда Когда Будет Взят От Среды Удерживающий Тепель Кто Его Удерживает Этого Человека Греха Его Удерживает Святой Бог То Есть Он Удерживает Его Появление Появление Потому Что Царство Божие Оно Пришло В этот Мир Оно Внутри Нас Царство Божие Внутри Нас Есть И Бог Поселился Внутри Нас И Мы Его Дети Божьи Да Мы Можем Сказать О себе Что Мы Дети Божьи И Мы Боги С Маленькой Бухой Боги Но Мы Не Говорим Что Мы Выше Бога Что Мы Выше Бога Мы Не Выдаем Себя За Самого Бога Иисуса Христа Или Бога Отца Мы Выдаем Себя Я Это Свет Ким Или Иванов Петров Сидоров Ты Говоришь Своя Настоящее Имя Ты Не Говоришь Что Я Иисус Христос Потому Что Много Христов Появилось В мире Которые Называют Себя Иисус Христ Но Мы Говорим Своё Настоящее Имя И что Я Его Дочка Я Его Сын Да Но Мы Не Говорим Что Мы Выше Бога Мы Не Сидим Храм Задавая себя За Бога И Как Определить Библия Говорит О том Что Будет Восхищена Церковь Дух Святой Который Внутри Нас Последился Он Это Сила Которая Воскресила Христа Она Поднимет Нас Как Это На Облаке Как Иисус Христос Он Вознёшься Закон Притяжения Не Действовал В тот Момент Когда Он Вознёшься На Небо Вот И Облако Скрыло Его Из Также Мы Будем Восхищены Господом Да На Небо Вот Этим Святым Духом Который Внутри Нас И Удерживающий Он Уже Не Будет Удерживать И Тогда Появится Этот Человек Греха Сын По Ебель Вот То есть Мы Во Мгновение Ока Да Как Б Восхищение Церкви В мгновение Ока В мгновение Ока Мы Даже Не Успеем Глазом Нарвнуть Как Бог Нас Всхитит Мы Исчезнем С этой Земли Просто Вот Я думаю Что С этого Момента Когда Удерживающего Здесь уже Не будет Вот Дух Дух Святой Будет Взять Тогда Откроется Беззаконник Написано Которого Господь Иисус Убил Духом Ус Своих Истребит Явление Пришествия Своего То есть Потом Будет Пришествие Иисуса Христа Пришествие Христа В воскресенье Умерших Во Христе Вот И Господь Иисус Бьет Его Явление Своим Да И мы с ним Явимся Библия Говорит Что Когда Явится Христос Жизнь Наша Тогда И мы Явимся Вместе С Ним Мы Явимся Вместе С Ним Слава Иисусу Так что Восхищение Церкви Произойдет Прежде Наступление Великой Скорби Вот Я верю В то Что Мы будем И избавлены От гладимых Искушений Который Придет на Всю Вселенную Бог Избавит Нас От великой Скорби От этих Казней Которую Он пошлет Да Закровение Богословно Вот Изливаться Вот Гнев Божий На людей Которые Не покорились Евангелию А мы Славе Укроемся Нем В Христе Так Истайя 11.4 Торог Истайя 11.4 Он будет Судить Бедных По правде И дела Страдальцев Земли Решать Поистине Жезлом Уст Своих Поразит Землю И Духом Уст Своих Убьет Нечестивого Аминь Как говорится об Иисусе Христе Да Что он Духом Уст Своих То есть Словом Божьим Убивает Нечестивого То есть Дьявола Сатанов Своих Бесов Всех Демонов Всякую Неправду Всякую Ложь Всякую Ложь Мы побеждаем Именно Духом У Словом Божьем Если Сатана Говорит Что ты Умрешь Вот То Слово Божье Говорит Что ты Даже Если Умрешь Уживешь Да И Либо Ты вообще Никогда Не умрешь Вот И Таким Образом Мы убиваем Нечестивого Духом У самого Господа Мы об этом Говорили на Прошлом Богослужении Если Вы Не слушали То Послушайте Вам будет Тогда Все Понятно Аминь Давайте С вами Свою Лилия Вам Субтитры 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 Господу Нашему Иисусу Христу Мы 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 Уже Принадлежим Другому Воскресшему Из мертвых Аллилуйя Слава Тебе Что мы Принадлежим Тебе Иисус Воскресшему Из мертвых Аллилуйя Аминь 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 Твоё Твоё То Что ты Дал Мне Расторяжаться Этим А любое Слава Господу Пусть Все Будет Посвящено Для того Чтобы Распространялось Евангелие Царство Божьего Через Все Сферы Жизни Нашей Церкви Иисуса Христа Через Все Сферы Нашей Жизни В том числе Семейной Жизни Супружеской Жизни Светской Жизни Там Работы Творчества Дети Родители И так Далее В общем Все Все Сферы В нашей Жизни Пусть Прославляешься Ты Господь Иисус Аллилуйя Слава Тебе Господь Мы Благодарим Тебя Что Ты Сказал Нам Чтобы Мы Твои Дети Ни о чем Не заботились Но Все Свои Заботы Подолжили На Тебя Потому Что Ты Печешься О нас Чтоб Мы Не Заботились О завершний День И За завершний День Сам О себе Позаботиться И Мы Проглашаем Говорим Мы Ходим Ведение Мы Ходим Верою О неведении И Поэтому Мы Проглашаем Несуществующее Как Существующее Во имя Иисуса Христа Потому Что Ты Называл Несуществующее Как Существующее И Мы Говорим О том Что Мы Одеваемся Луже Чем Колом Во все Славы Своей И Ты Сказал Что Посмотрите На Птиц Небесных Они Не Сеют Не Жнут Но Отец Небесный Питает И Коль Небесный Вас Мо Вера И Так Как Ты Поселился В нас Вера Божия Поселилась В нас Мы Верим В то Что Ты Забочишься О нас Что Но Мы Прежде всего Нашли Верно Царство Божие И Правду Твою И Все Остальное Нам Уже Приложилось Потому Что Мы Наследники Божества Наследники И И Учи Нас Распоряжаться Всем тем Что Ты Нам Дал Пусть Просправляешься Ты Во имя Иисуса Христа Сатана Под Нашими Ногами Он Поверженный Враг Ты Победил Смерть Ты Победил Ад И Мы Это Проглашаем Ты Уничтожил Грех В нашей Жизни Мы Это Проглашаем Мы Это Исповедуем Мы Исповедуем Тебя Своим Господом И Спасителем Сердцем Своим Верным Что Бог Воскресил Тебя Из Мертвых И Ты Сказал Что Если Вы Это Делаете То Вы Спасетесь И Всякий Кто Презовет Имя Господь Спасется Иисус Это Имя Прежде Всех Имен Мы Призываем Это Имя Нашу Жизнь Призываем Кровь И Слух В Нашу Жизнь На Все Сферы Наши Жизни И Пусть Будет Преуспевание Во Всех Сферах Наши Жизни Во Имя Иисуса Христа Пусть Царство Божье Расширяется Через Нашу Церковь Пусть Наша Церковь Имеет Способность Накормить Вселенную Не только Духовной Пищей Но и Физической Боим Иисуса Христа Аллилуйя Пусть Твои Дети Будут Пусть Все Будут Одеты Накормлены Сыты Обогреты Боим Иисуса Христа Через Нашу Церковь Истинены Воскрешены Обновлены Очищены Освящены Оправданы Во имя Иисуса Христа Имеют Божью Самооценку Во имя Иисуса Христа Пусть Мертвые Погревают Своих Мертвецов А мы Будем Проповедовать Царство Божие Во имя Иисуса Христа И пусть Никто Не хоронит Своих Мертвецов Но Проповедует Царство Божие Во имя Иисуса смерть я твою жало а где твоя победа и сила греха закон жало же смерти грех и ты сказал верующие в сына божий имеет жизнь вечную а не верующие в сына божия не имеет жизни но в него же пребывает на нем и я проголошаю что пусть слово божье о том что твоя воля господь о том чтобы все люди спасти достигли познания истины исполнилось во имя иисуса христа отныне пусть ни один человек не умрет не призвав имя господни позабочишься от своей душе во имя иисуса христа аминь аллилуйя слава тебе господь я проглашаю царство божье пусть приходит в нашу жизнь пусть приходит твое благословение чтобы были богаты на всякое доброе дело во имя иисуса христа хлевую аллилуйя слава 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 тебе господь слава 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 тебе господь приходится христики на обеспечение во имя иисуса христа и я проглашаю что мы никому ничего не должны кроме твоей на любви это слово может быть исполняется во имя иисуса христа что праведник не ходит протянутой рукой на праведник не дает исправить мы даем с радостью во имя иисуса христа инвестируем вечность во имя иисуса христа аллилуйя пусть все позитивное придут позитивные мысли придут слова благословения приносящие слушающим благодать во имя иисуса христа аллилуйя пусть приходит твое царство боже в нашу жизнь во имя иисуса жизнь окружающих наш нас людей я провозглашаю спасение исцеление освобождение искупление во имя иисуса сверхъестественное чудеса провозглашает нашей жизни во имя иисуса аллилуйя аллилуйя слава тебе господь пусть церковь пробудиться для того чтобы никто из твоего ничего не называл своим потому что ты сказал что все твое это мое и все мое это твое поэтому все твое господь это наше и все наше это твое и ты пожалуйста этим пользуйся во имя иисуса христа добрых пальцев твое имя во имя пусть и все то что твое оно будет общим для твоего тела тела иисуса христа аллилуйя мы благодарим тебя господь слава тебе аллилуйя слава тебе аллилуйя слава тебе господь слава тебе исусом лама тебе аллилуйя царь тариe бога попросту господствующих никто из нас пусть не пренебрегает с этим духом пусть я проглашаю долголетия во имя иисуса христа в жизни нашей церкви во имя иисуса жизнь твоего тела христа разглашаю что никто не умрет от несчастных случаев во имя иисуса христа что никто не умрет от болезни но что все насыщенную жизнью перейдут то то состояние и состояние не трения во имя иисуса христа аллилуйя аллилуйя слава тебе господь а сам на вышли превозносим поклоняемся тебе пусть радость пусть господствует радость твоя праведность во имя иисуса пусть будет много радости веселья потому что ты сказал что христиане они в радости пребывали веселье в простоте сердца и ломляли хлеб по домам пусть это придет нашу жизнь во имя иисуса аллилуйя слава тебе господь аллилуйя слава тебе иисус аллилуйя ты сказал продавайте менее свои собирайтесь к себе сокровища не оскудевающие во имя иисуса христа не оскудевающие где моль не стреляет держа не стреляет где где моль не съедает во имя иисуса христа благодарим тебя иисус что ты пришел нашу жизнь для того чтобы мы имели жизнь имели с избытком во имя иисуса христа аллилуйя и мы эту жизнь имеем это есть вечная жизнь во христе иисусе господи нашим во имя иисуса христа аминь 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 а 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 И вот и наш. 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 И осветит тебя Христос. Аминь. И вот и наш. И вот и наш. И вот и наш.